Привет, я Богдана и вы на канале Фотобум, где мы рассказываем вам о товарах для фотографов и видеооператоров. Сегодня в нашем обзоре светодиодная панель Godox LED 500W, с которой можно работать и в помещении, и за его пределами. Данная модель уже известна многим, но мы не оставляем без внимания и такие товары, ведь остается еще много тех, кому требуется знать все до мельчайших подробностей об этом продукте. Компанией Godox была выпущена LED-модель LED 500W. Она очень удачная, так как в ней заложены все самые лучшие характеристики, как для репортажной съемки, так и для оборудования ею локаций для видеосъемок. LED-панель имеет 504 диода с единой температурой света 5600 кельвинов, равную дневному освещению. Идеальный индекс цветопередачи CRI равен 95, а это нам говорит о том, что вы получите в кадре правильный цвет без искажения цветовой гаммы. Общая мощность 32 Вт, к эквиваленту лампы накаливания 320 Вт и максимальной яркостью с 1 метра составляет 2900 люминов, что позволяет получить мощный свет на небольших расстояниях. Разработчиками была заложена функция 16 независимых каналов плюс 6 групп, что дает возможность управлять настройками, если у вас в работе задействованы от 1 до 6 LED-панелей. А через пульт дистанционного управления Godox RCA5, который идет в комплекте, вы можете управлять настройками на расстоянии, независимо от каждого моноблока. В комплект поставки также входят фильтра. Матовый белый, который отвечает за мягкий свет, желтый, который преобразовывает температуру света в 3200 Кельвинов, так называемую теплую, и синий фильтр, который служит для художественных эффектов, например, если нужно добиться холодного фона или подсветить контур человека. Наличие шторок обеспечит вам возможность управлять световым потоком, а в сложенном состоянии они просто защищают диоды от повреждений при транспортировке. Лира с втулочным креплением обеспечивает установкой постоянного света, как на стойку, журавль, либо на подвесную систему. Хочу отметить, что если данная панель будет установлена на студийную стойку, и вам необходимо будет сделать угол наклона вниз, то нижняя шторка упирается и не дает возможность максимально наклонить панель. Тут следует просто побеспокоиться о дополнительном крепеже для решения этой задачи. Или установить панель вертикально, что позволит вам сделать любой угол. Ну а что же касается угла поворота в верхнюю часть, то здесь все очень гибко, так как лира не мешает. На задней части панели расположены элементы управления, такие как кнопка включения-выключения, диммер мощности света, кнопка переключения в спящий режим и кнопка переключения между каналами и группами. Наличие дисплея отображает информацию о мощности от 10 до 100% и выбранные радиоканалы и группы, а также разъем для сетевого блока питания, который идет в комплекте. Ну и конечно же два посадочных места для установки литий-ионных аккумуляторов Sony NP-F750 или более мощных NP-F970. Если на вашей локации нет розетки на 220 вольт, а такие набирают все больше популярности, то вам следует заранее побеспокоиться о наличии аккумуляторов и зарядного устройства к ним. Тем самым вы обеспечите себе наличие рабочего освещения для любой съемки в любых условиях. Очень многих клиентов привлекает эта модель тем, что она в работе абсолютно бесшумна. Это удобное решение, когда записываешь звук. И конечно ее малые размеры и небольшой вес. Весомый аргумент для многих операторов, работающих на выездных локациях. Ну вот собственно и все. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Ссылки на товар под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok